На заседании Советов ветеранов обсуждалась проблема оттока молодых специалистов в научной сфере, а также важность сохранения и передачи знаний старшего поколения. Во встрече принимали участие несколько подмосковных наукоградов – Дубна, Черноголовка, Протвино, Пущино. Ирина Селезнева, депутат Совета депутатов нашего города, рассказала о своем участии в экспертной сессии Общественного народного фронта, посвященной науке и образованию. На ней она говорила о наставничестве и популяризации науки. Я рассказала там про наше Пущино, где у нас есть куча таких вот вещей, как школы, к примеру. В 31 год идет зимняя пущинская школа, где как молодые ученые преподают и студенты, приезжающие из Москвы, из других городов, преподают детям, так и мастики ученые. Пущино делают лекции. Они называются лекции мамонтов. Провели заседание представители Московского областного совета ветеранов. И очень хорошо, что все-таки наука поднимается, и отток молодых ученых уже прекратился, и те знания, которые имеют ветераны, они передают молодому поколению. Возникает снова Совет молодых ученых, выставки НДТМ, которые были раньше, и сейчас они снова возрождаются. Это очень радует. По словам Любови Титовой, такая встреча проходит впервые. Администрация Пущино стала площадкой для ее проведения благодаря местному совету ветеранов, который давно и активно работает. В зале присутствовали участники Великой Отечественной войны и друженики тыла – Чита Хохулинов, Иван Тарутанов, Василий Копатилов и Александр Вагин. Во время встречи представители наукоградов рассказывали о том, как происходит взаимодействие ветеранов с молодыми специалистами и школьниками в их городах. У нас, поскольку мы являемся ветеранской организацией от Объединенного института, то у нас больше всего есть лабораторий. То есть и поэтому мы, для того, чтобы было очень хорошее сообщение между Советом ветеранов и членами нашей организации, мы разделили всех людей по лабораториям и производственным подразделениям большим. Выделили каждый, имеется, куратор. О патриотическом воспитании рассказала Вера Королева, член Совета ветеранов города Пущино. Она представила серию книг. Наш совет в основном определила направление в нравственно-патриотическом воспитании молодого поколения, а именно в основном школьников. Почему? Патриотизм воспитания, патриотическое воспитание, нравственное воспитание начинается с семьи и с раннего возраста. И поэтому мы обращаем основное внимание на школьников. На встрече уделили время не только бурному обсуждению, но и награждению. Медаль «90 лет Московской области» вручили Наталье Шувиковой, председателю Совета ветеранов Дубны. Ксения Франзин, Иван Хромов, Тимофей Акимов. ТВ Спущино.